МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В предварительном следствии установлено, что 7 сентября 2019 года в результате проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, инициированной криминальным авторитетом, имеющим право присваивать другим лицам высшее положение в преступной иерархии Российской Федерации, обвиняемым присвоен статус положенец на территории Тверской области, позволяющий влиять на систему неформальных взаимоотношений, складывающихся в криминальной среде. Тем самым обвиняемый занял высшее положение в преступной иерархии, сложившейся на территории Российской Федерации, основанной на распределении сфер влияния в соответствии с ее территориальным устройством, и впоследствии продолжил его занимать до момента его задержания 19 июня 2020 года. При этом, по мнению следствия, в период 7 сентября 2019 года до момента задержания, имея статус положенца, обвиняемый организовал сбор, хранение и распределение материальных ценностей из материальных ресурсов, финансовых средств, полученных по большей части преступным путем и накапливаемых в интересах уголовно-преступной среды. Касьяненко по выводу следствия по телефону давал согласие на установление для осужденного самого низкого статуса в преступной среде. Кроме того, имея статус так называемого положенца, укрепляя преступный профессионализм и свой авторитет, совершил незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов по месту своего жительства. Следователем Следственного комитета допрошено более 30 свидетелей, в том числе проживающих в других регионах России. Проведен ряд судебных экспертиз. Необходимо отметить, что эта норма закона новая, введена в стране 1 апреля 2019 года. Это второй факт возбуждения уголовного дела по такой статье на территории Тверской области. Первая по этой же статье в отношении так называемого Артура Молодого. Напомним, в судебном заседании после оглашения обвинительного заключения Касьяненко согласился с ним по оружейной статье и не признал себя виновным по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Касьяненко продлен срок содержания под стражей до конца декабря 2021 года. 7 сентября в судебном заседании исследованы материалы дела. На 14 сентября вызваны свидетели. Мы следим за ходом событий.